Прошло сто лет, и юный град, полночных стран красавица дива, из тьмы лесов и стопи блан, вознесся пышно, горделиво, в гранит отдела синева, мосты повисли над водами, темно-зелеными садами, ее покрылись острова. А здесь открытое пространство, то есть любой человек, который транслирует всякие передачи, просто заходи, садись и смотри. Представляете, настоящий метеорит, 7 миллионов лет, о боге. Волгоградской области упал. Да, еще раз попробовал поднять. Попробуй. А вы взвешивали, сколько он вообще? 82. 82? 82. Такое ощущение, как притяжение. Да. Да? Да. Можете попробовать. Да-да, это натуральное, все это для космонавтов, а половина на коммерцию, ребята, вы купили. А это что? Это космическая еда, это настоящая, это настоящая космическая еда для космонавтов. Состав ветчина, свиная, мука, пшеничная. Там есть все полностью внутри. Вот здоровое питание, готово к употреблению. Оно нагревается. Там все, прочитаете, инструкция. Обалдеть, это вообще смысл. Здесь, в вакуумном канале, частицы, называемые протонами, разгоняются почти до скорости света. Клево, да? На воздушном шаре поднялся в стратосферу и скрыгнул с парашютом. А-а-а. Это именно в этом скафанере или это копия его? И этот, это оригинал. А, оригиналы все? Круто. Зенит. Свист-вотч. Цвета отлично. Вот о нем. Ага, тут нужно почитать о нем, да. Оригинал? Даже мировой рекорд. Это вот они меняются экспонатами со всем миром, с Европой, да. Мы меняемся, мы на их выставке, на их выставке свои экспонаты даем, они нам свои, через какое-то время обсудим. Вот он, этот человек, Феликс Баумгартнер. Вот. В начале ноября в Санкт-Петербурге на набережной обводного канала открылся крупнейший в мире планетарий. До этого самым большим считался планетарий в Японии диаметром в 35 метров, в то время как диаметр петербургского – 37, что уже является мировым рекордом. Здание, в котором расположен планетарий, было построено более полутора веков назад для хранения газа, которым освещали городские улицы и является объектом культурного наследия федерального и регионального значения. Это один из самых крупных газгольдеров в России. Огромная бочка с нержавейки, 40 тысяч кубов газа помещалось. Это все территория завода. Электричества тогда еще не было. Также вот в музее присутствуют оригиналы фотографий известных космонавтов. Все на космическом территории. Это здание еще 19 века, старый газгольдер. Цветные, да, пошли. Вот это уже видишь, уже какой год. 2012 уже. А Яна очень хочет попасть опять внутрь, посмотреть, да, что там показывает. Класс, вообще, мне тоже так интересно. Лучше всяких фильмов. Ответов на самые давние и сложные вопросы мироздания. Вопросы о природном мотиве. Как будто летишь, слышишь, вот присмотрись. Реально. Самый большой детектор называется Адлас. Он весит 7 тысяч тонн. Пред ним широко река неслась. Бедный чум по ней стремился одиноко. Природой здесь нам суждено в Европу пролубить окно. Александр Сергеевич Пушкин воспевает величие Санкт-Петербурга, которые первые газовые фонари в Петербурге зажглись в 1816 году на глазах у поэта. Где и когда родилась земля? При каких обстоятельствах она появилась на свет? За точку отсчета исследователи принимают большой взрыв, произошедший около 14 миллиардов лет назад. В облаке межзвездного газа и ледяной пыли взорвались две сверхновых звезды. Импульс этих взрывов встряхнул гигантское газопылевое облако и запустил процесс формирования новой звездной системы. Было разрушено, потом восстановлено в 60-е годы. Вот это мы, вот это вот все, 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 вот это восстанавливали по крупицам. Это старый потолок. Он не сгоревший, это покрашен. Это не пожар был. Кирпичики даже выкупали на аукционах старые. Да, они до сих пор есть. И цемент замешивали тоже по старым рецептам. Каждый вот этот вот раствор исторический восстанавливался в лаборатории. Там ребята занимаются робототехникой. Манипуляций куча. Там стоят гатчики. Он видит. На самом деле, они знают все, что угодно. Патрики, все тоже. Вот он его замедлен, смотрит. Идея для этих роботов, самая главная, это переработка мусора. Если там будет сканер стоять, он будет отделять мусор, допустим, пластик от железа. Очень быстро. Прикинь, вот это игра. Цветок выращивать. Он инстанирует биологический, органический, неорганический объект. Квадрик, смотрите, какая сумасшедшая, говорят, скорость. Диджай, написано, смотри, Диджай. Робот Леха? Их шесть, они тоже танцуют, все синхронно. У них свой танец в музыку вместе. Постание машин такое, или нет? Ага. Он рассматривает, возглядывает. Страшно. Будущее уже наступило. Посмотрим, что там будет. Лезет, лезет. Интересуется. Там же его начальство сидит. Ага, там его папа? Ух ты. Кто-то подружился с роботом. Дай, дай, дай. Смотри, тут у нас в мониторе. Видите, тут у нас в мониторе. Да, да. Видите, они все, в самом деле. Сейчас мы входим на отношения к индустрии. Смотри, какой монитор. А вот он метеорит. Семь миллионов лет. Его можно попробовать, нужно поднять. А он не радиоактивный? Нет. Попробуй подними, давай, подержи. Попробуй подними, какой он тяжелый. Не бойся. Метеорит? Да, это настоящий метеорит. Дрон. Вот он. У них в классе? Ого. А из чего он это? Руда? Нет, нет. Сейчас там будет. Такого нет на Земле. А, то есть это вообще... Материала нет. Как, и до сих пор не определили, что? Определили, но просто это космические. А, то есть понятно. Это железо, похоже на земной окесть железа, но это не ксеник, теник, синик. Острый вот этот момент. Ну он уже летел, это оплавился. Это же само ядро. То есть то, что осталось из твердых. Вот. Атаксид, камасид, теник, тройк. Сульфид же, это уже понятнее. Яна, загадай желание. Все. Что-то короткое желание. Ну, ну, у нее просто, наверное, одно, которое она всегда загадывает, когда надо загадать. Метеорит-дранина. Представлен экспонат 53 килограмма, но говорят 82 весит. Вдвоем еле перетащили. В музеях у нас обычно крыкать все запрещается. Здесь же это все делать можно. Это открытое пространство. Хотите потрогать метеорит, которому 7 миллионов лет? Ну, боже. Берешь и трогаешь, не боишься. Круто, ну... В общем, нонсенс какой-то. Хотите создать своего робота, пожалуйста. Ребята создадут. С идеями. Приходите с идеями. Да, вам могут разбить тут что-нибудь. Приезжайте, работайте. Так, завод композит требуется. Смотрите. Приезжайте, работайте. В 1860 году вас новом. Сейчас нам покажут самую большую лампу в мире. Продолжает нас удивлять. Креативный каток. На улице плюс 5. Ага. Еще один газголедер. Голдер. Представляете себе, электричества нет. Ничего нет. И сделать такие огромные конструкции. Это все с нержавеющей стали было. Заходим в проекционное пространство. Это Бензи. Самый дорогой графинчик, которого не знает никто, как он даже выглядит. Даже еще до конца не удивится. Самый старый, восстановленный Сергеем, туалет. Так, так, так. Какая-то глазастая коробочка, да? Она тебя смотрит? Эх, собий глаз. Ага, следит за тобой. Видишь, собий глаз. Сад сновидений? Обалдеть. Самый большой лампочек. 7,5 метров диаметра. Класс. А что это за дым такой? Сейчас все разом, все объясню. Каждая из этих инсталляций представляет чей-то сон. Вот в каждую комнату, куда вы заходите, чей-то сон. Блин, посмотрите, это прям луна. С ее кратерами. Я сейчас дотронусь до нее пальчиком. Бумс. Пощикачу ее. Прикол. Здесь просто шут. Вот это сон. Вот это сон. Остальная часть, например, задняя дворя. Остальная часть, подняла задняя дворя. Тихо. Все. Все. Пишем, сделаем все. Пишем. 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 У него еще и глазки мигают, смотри. Ой, так моргает. Вау, классно. Нам надо было с этими цветочками, с глазками. За окном кушается. Живые картины, живые ковры. Ну, кстати, живые картины и ковры, это прикольно. Заметь, когда специально черно-бел. Ого, все красные нити, все-все-все. Не трогай, не поставь. Каждый на охоту по другому. Он и настоящий. Мы как будто где-то на другой планете. Сейчас я говорю. Руслан заключен. Он с улицей, по бескрайному полюсу, по майне. И вот ни краев нет, ничего. А вот и... Музыка. Блин, ну круто, мы не ожидали просто. Вот зря, вот зря. Зря не пошел с Англией. Вообще. Супер. Кстати, каток будет работать до 31 марта аж. Спасибо большое, Серег. Очень интересная экскурсия. Спасибо вам. На этом мы завершаем свой блог. Да. Подписывайтесь на канал. Будет продолжение с поезда. Ну, как можешь не снять-то. А, еще Москва, Москва. А, у нас же еще Москва впереди. Да, да, да. Так что, обязательно оставайтесь с нами. Ставьте лайки и уважайте дела. Всем пока-пока. Посмотрите, сколько Серега от своей организации нам шоколада надарил. Ёлки-палки. Это печеньки. А вот это чай. Это чай в коробочке, думаю, класс. Я думала, это кружка. А это... Кстати, мы вот не были здесь. Шоколадный набор в Санкт-Петербург. Вообще, спасибо от души. И глянь, какая вот сувенирная. Мне очень нравятся, да, вот подарки вот в таких жестяных коробочках. Их потом можно применить куда-нибудь в нужное русло, да? Ну что, мы попробуем еду. А теперь... Космонавта. Еда космонавта. Настоящая космическая еда. Это просто что-то с чем-то. Что мы будем пробовать? Поверни, пожалуйста. Твороженный крем с фруктовым пюре. Творог 9%, яблоки зеленые, сахар, песок, крупоманная, питьевая вода. Яна, давай на лук. Что, прям вкусно? Дай попробуй. Что, прям похоже? А консистенция? А ну-ка, да я сейчас посмотрю. Ну, для космонавта должны вообще самое лучшее. То есть там супер-пупер натуральные продукты точно будут. Низайн вверх за уклон год вода. Редактор с 2006 solemnartiя. Запор Carr